Политика – это как мы жить будем, экономика – чем мы жить будем или живем, и, наконец, вера во имя чего, во имя чего мы живем, во имя чего мы тратим свою душу, наши силы. Иначе говоря, политика – это разум, экономика – это тело, ну и вера – душа. И вот, казалось бы, не надо смешивать ни политику, ни экономику, веру. Вера чисто индивидуальная, я в это верю, это должно произойти со мной, в этих условиях, в этом государстве, в котором я живу. А это же государство должно определить ту экономику, чтобы напоить меня, мою семью, ради которого я живу, и ради чего вообще продолжается весь род человеческий. А когда это не получается, что тогда происходит, батюшка? Трудно здесь сказать. Ну, во-первых, конечно, мы должны говорить о первичности духовного, понимаете? О первичности вот именно правильного понимания, правильного отношения каких-то обычных, самых коренных духовных истин. Вот смотрите, фарисей пришел, сказал, благодарю тебя, не смякажи прочие, человек. А мытарь пришел, Боже, милостью будем и грешнику. То есть мытарь встал на самую основу, мытарь встал на самое дно, но с этого дна он сумел оттолкнуться и начал духовно развиваться. Вот мытарь в правильное себя поставил отношение к Богу. Он не стал с Богом спорить, он не стал претенциозно к Богу подходить. Он не стал говорить, Господи, ведь я же сделал вот это, вот это, вот это, дай мне вот то-то, дай мне вот то-то. Здесь очень важный тонкий духовный момент, потому что начиная поприще Великого Поста, приближающегося, очень важно правильно себя поставить по отношению к Богу, правильно осознать свое место. А очевидно, что мы все грешники, понимаете? Очевидно, что мы все пали, очевидно, что мы все согрешили, и мы должны от этого исходить. Ведь больной никогда не начнет исцеляться, пока он не осознает себя больным. Точно так же и в духовной жизни. Человек никогда не начнет духовно расти, пока он не осознает себя духовно ничтожным. Может быть, это многим не нравится. Знаете, люди хотят быть значимыми, и в первую очередь в духовной жизни. Посмотрите, ни один вопрос так людей не будоражит, как вопрос духовной жизни. И все считают себя справедливыми и компетентными в этих вопросах. Да, более того, батюшка, я улыбаюсь, потому что я знаю людей, которые считают себя безбожниками, атеистами. Они об этом громко говорят. Они такие довольны тем, что они безбожники. И я вот, писатели, даже писатели, он говорит, да, я безбожник. Я начинаю читать его книжки, и я знаю, что он безбожник, и я не нахожу души в его книжках. Он, например, передается каким-то воспоминаниям. Он начинает говорить о каких-то людях, значимых людях, значимых людях, об их жизни, о том, какие они были одухотворенные, как их одухотворенность воплощалась в их книжках. И эта книжка действовала на людей. И когда безбожник, мне говоришь, что он безбожник, а еще при том утверждает по горькому, что он инженер человеческих душ, вообще становится страшно. Он, по-моему, не инженер, он палач человеческих душ. Вот как вы на это посмотрите? Конечно, причем это не только, пожалуй, в области литературы. Это, наверное, во всех сферах человеческой жизни. Понимаете? Понимаете? Человеческое противопоставление себя Богу. Человеческая претензия на нечто вне Бога. Благодарю тебя, Господи, не таков я, как прочие люди. Вот это и есть фарисейство. И на самом деле это очень сложное духовное явление, очень трудноистребимое духовное явление. Причем фарисейство не надо обязательно искать только в церкви. Понимаете? Потому что часто мы сталкиваемся с этим проявлением, когда человек, бывает, приходит в храм и потом говорит, «Я вот пришел в храм, а мне сказали, поворотись туда, вот свечку там, икону вот к этой, вот это вот так, что-то руки в карманы, вытащи ей руки». Вот это тоже ведь своего рода фарисейство. Но не только это в церкви, не только это непосредственно в храме. Это есть и в общественной жизни, вообще в нашей жизни, когда за внешним мы не видим внутреннего. Когда пытаясь исполнить то, что нужно, мы очень часто только исполняем внешнюю сторону. Сказанную, букву, понимаете, букву. Не дух, а букву. Это печально. И это, мне кажется, более разрушительно, чем просто прямое противопоставление себя, ну скажем, Богу, да, прямое противопоставление себя тому, что должен человек делать. Это стремление исполнить только внешнее. Отсюда идет и тщеславие, и гордыня. И лицемерие, и все-все-все. И не случайно слово «фарисей» приобрело, конечно, в Новом Завете совершенно другое звучание, другую окраску. Господь ведь не только в притче, вот к этой обращался, к фарисеям. Он дальше говорил «горе вам, книжники и фарисеи, горе вам, что вы отцеживаете комара, а верблюда поглощаете». Понимаете, это очень точно. В стремлении отцедить комара человек не видит главного. А в духовной жизни главное ведь это любовь. Любовь к людям, любовь к Богу. Форма этой любви на самом деле может быть очень-очень разной. Поэтому вот в эти недели Великого Поста, подготовительные недели, конечно, мы должны научиться правильному отношению человека и Бога. Правильно себя поставить перед Богом. И тогда Великий Пост, он будет на пользу. А если мы с гордыней придем к Великому Посту, если мы будем поститься по-фарисейски, то мы приобретем ведь не пользу, а вред. И очень часто так бывает в духовной жизни, когда человек стремится приобрести пользу, а получает вред. Понимаете, вот это мы тоже должны не забывать. Да, это я должен сказать, как я общался с людьми, и которые вот говорят, это тоже фарисейцы говорят, мне не надо ходить в церковь. Мне достаточно с Богом, я могу Богу помолиться и в лесу, я могу и дома повалиться, или там еще где-то. На что я ему сказал, конечно, ты можешь помолиться в лесу, но только вдруг ты будешь молиться лешим, а дома ты будешь молиться домовому, а на озере водяному и так далее. То есть, на самом деле, ты не будешь ни православный, ни христианин, а все твои молитвы будут носить языческий характер. И это не значит, что твоя душа будет наполняться чем-то божественным. Наоборот, она наполнится чем-то диким, неестественным, и ты невольно начнешь плясать голым у костра. Ну, дай Господи, конечно, чтобы все же фарисейства в нашей жизни было поменьше. Все-таки духовная жизнь – это очень сложное явление. Она подчас не требует простых ответов, знаете. И нельзя сказать, что вот я выполнил все пред Богом. Неужели мы так можем сказать? Нет, конечно. Даже сделав все, что от нас требуют, святые отцы, умирая, говорили, что они не знают, начали ли они духовно подвизаться или нет. Понимаете, это очень точная позиция, очень правильная позиция. Посвятив жизнь Богу, а все-таки оставаться в душе вот тем мытарем, который стоял в храме, бил себя в грудь и говорил, Боже, милостью будем мне грешнику. Я думаю, что здесь определить точно, правильно ли ты поступаешь, правильно ли ты, не лжешь ли ты самому себе, а значит, не лжешь ты Богу – это, конечно, совесть. И вот неделя мытаря и фарисея как раз направлена на то, чтобы определить свою совесть, чтобы именно совесть скажет тебе, в чем ты должен раскаиваться. И вот в таком настроении ты должен и войти в Великий Пост, чтобы дальше уже вместе со своим телом, вместе со своим организмом приходить действительно к подлинным высотам духовным. Да, да. Ну что, батюшка, на этой прекрасной ноте, в этом хорошем настроении, давайте закончим нашу передачу, попрощаемся с нашими телезрителями и пожелаем им просветления духовного. Духовного роста, духовного возрождения, помня о том, что оно очень тесно связано со смирением. Вот как мы сегодня увидели в притче мытаря и фарисея. Спасибо. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова